С момента своего появления в 2012 году нынешняя модель 6 от Mazda пережила замечательное перевоплощение, а последующие обновления позволяли ей оставаться впереди всех среднеразмерных моделей. Поэтому, естественно, когда появились сообщения о том, что Mazda разрабатывает замену заднеприводному автомобилю в сочетании с рядной шестеркой, мир автомобильных энтузиастов охватило лихорадочное волнение. Когда дело доходит до автомобильного дизайна, Mazda выпускает хит за хитом. Совсем недавно последний хэтчбек 3 был удостоен высшей награды за мировой дизайн автомобилей в 2020 году. Полностью новая модель 6 продолжит эту динамику, имея тесную связь с концептом Vision купе 2017 года. Как и в случае с шоу-каром Vision, мы представляем себе новую шестерку как элегантную четырехдверку с сильными заднеприводными пропорциями, включающими длинный капот и короткую заднюю площадку. При переходе от концепта к производству, шестерка получит более высокую линию крыши и увеличенную площадь проема дневного света. В то время как выраженный передний прикус был уменьшен, он сохранит философию дизайна Mazda с более мягкими линиями и большим акцентом на органические поверхности ручной работы, в отличие от цифрового стиля, характерного для многих других новых автомобилей сегодня. Задняя часть также сохраняет внешний вид концепта, вдохновленный Ferrari, с покатой линией крыши, четырехсторонними выхлопными трубами и круглыми светодиодными задними фонарями. Интерьер нынешнего автомобиля очень хорошо держит свои позиции не только на фоне прямых конкурентов, но и некоторых более дорогих марок класса люкс. Мы ожидаем, что новая модель 6 укрепит свои сильные стороны выразительным и высокотехнологичным пятиместным салоном, оснащенным по последнему слову техники и удобства. В отличие от других Mast последнего времени, сенсорный интерфейс будет интегрирован в приборную панель, а на дополнительном дисплее в стиле Ferrari отображается информация об автомобиле перед передним пассажиром. Наряду с обширными участками кожи Nappa и дерева с открытым литьем, ожидаются и другие преимущества, такие как настраиваемые дисплеи головного света, окружающее освещение и цифровая приборная панель в стиле Porsche Taycan. Стандартная комплектация Mazda i ActiveSense включает систему помощи водителю, в том числе систему помощи при сходе с полосы движения, адаптивный круиз с функцией остановки и движения, 360-градусную камеру, функцию обнаружения пешеходов, интеллектуальное распознавание знаков скорости и управления G-вектором. Главной новостью здесь, несомненно, является переход на продольную компоновку двигателя с шестицилиндровыми вариантами и задним приводом. Разрабатываемые рядные шестицилиндровые двигатели – это бензиновый SkyActiv-X с воспламенением от сжатия и дизельный SkyActiv-D с 48-вольтовой гибридной системой. Хотя мощность этих агрегатов еще не подтверждена, по предположениям она будет составлять около 350 лошадиных сил. По слухам, чтобы сократить расходы на разработку, Мазда объединилась с Toyota, а рядная шестерка должна появиться в следующем Lexus IS и других моделях Toyota. В некоторых регионах, вероятно, будет использоваться обновленный 2,5-литровый рядный двигательской Active-G в вариантах NA и с турбонаддувом, а также 2,2-литровый рядный дизельской Active-D с двойным турбонаддувом. Мощность будет передаваться на задние колеса, или все четыре на некоторых рынках, через новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.